торговый центре европа в калининграде ну название торговый центр европа такое условное названием на разные подразделения как бы вроде поделён где которые я не знаю но в целом это называется у нас в обиходе торговый центр европа требования совершенно другие и вот и складывается впечатление что вы тупо говоря планируете я задача у меня не снимать торговом центре обойти вокруг него но я решил просто с него начать бы такая затравочка я недавно вернулся из москвы калининград а там три месяца практически про волнувки но и сейчас буду делать ролики буду выставлять по калининграду и перемешку с московскими роликами но не все выставил так что для тех мои ролики смотрят там будет так калининградские ролики разбавленные московскими или московские ролики разбавленные калининградские но сейчас я пойду пойду выйду и обойду этот давно хотел весь торговый центр обойтись полностью сам торговый центр я снимал несколько раз ну здесь так вот общий вид то я цены не снимаю да и чё там составляем достаточно типовой для россии для областного центра торговый центр какие сувенирчики шикарные миниатюрки но я это рассматривать не буду сейчас я иду на выход здесь вот этажи подземный нулевой этаж есть там немного 1 основной это 2 ну и 3 тоже видимо есть я не помню был я когда ведь на третьем этаже или нет то есть я так когда захожу то я что-то еще конкретное а так просто там шляться по торговым центром и не люблю как заниматься таким абстрактным шоппингом условным иду на выход на площадь которая находится перед универмагом маяк и название так и не дали по моему до сих пор вроде конкурс был объявлен но никаких результатов пока я не слышал а может быть может быть они есть а может быть их и нет сегодня понедельник но все народу здесь относительно много наверное можно так сказать какой-то толкучки никогда нет люди есть по поешь как сидят тоже там бабаску здесь несколько направлений несколько выходов я выхожу вот как раз на ту сторону где маяк с правой стороны будет вот пройдут через через вертушку пройду можно выйти и без вертушки другую так солнце у нас светится с правой стороны жестко исходя из этого я пойду против часовой стрелки вокруг торгового центра чтобы поменьше связываться солнцем вот и буду не под самыми стенами идти так немножко издалека вот отель европа ревгош и так далее кто умеет читать английские буквы пускай не читает я их читать тоже умею но смотря на каком языке они написаны звучание будет разное сейчас я подхожу к ленинскому проспекту но здесь начинается от площади победы вот входя торговый центр потом я их пойду вдоль площади победы погода сегодня такая супер теплая летние абсолютно люди одеты уже не по-летнему так сказать более хотя часть людей ходят в шортах так без рукава очка я сейчас сворачиваю влево чтобы вот эту часть вот эта вот часть ритуаль летуаль снять упор буду опять снимать тротуара потому что если подойти близко то ну что там снимешь кроме кирпичей общего вида не получается я давно хотел посчитать сколько здесь корпусов а вот в этом комплексе ну не знаю тут вот здание соединено вот это наверно один корпус наверно следующий там вот идет это там райфайзенбанк что ли деревья так укреплены интересно красивые сделаны клумбочки не по газонам не ходить правильно нефиг вот здесь площадь победы переход на ту сторону то туда идет улицу черняховского а за вот этим леонардо там написано торговый центр клевер там улица профессора баранова так сейчас мне на локтей зайти чтобы что-то новое здесь поставили смотрю вот очень красивый сквер травка подстрижена цвет симпатичный спорт мастер собственно говоря я мог бы выйти через эти ворота когда уже внутрь внутри был можно было нам пойти по одной веточке и выйти выйти сюда вот здесь вот так вот да здесь вот райфайзенбанк а это что такое это кто такой это же пицца друзья мои ну да какого-то монаха итальянского похоже что-то я его не видел раньше папаша папаша бпп ясно не видел первый раз снял значит поставили наверное недавно или я не замечал не буду валить все на то что не делали буду валить на то что не видел вот впереди мэрия калининграда администрация города я мимо нее буду проходить дворами так сони центр втб райфайзенбанк со стороны туда уходит ленинский проспект туда улица Черняховского а я иду туда влево вот между мэрией и торговым центром вот туда куда я сейчас пойду там раньше был кинотеатр Россия его сказали что сохраним сохраним но его не сохранили и в общем туда затоптали и построили новое подойду сюда вот чтобы заснять этот вот сачмели еда по-грузински ну да тоже актуально конечно как же мы без грузинской еды но я за разнообразие вот несмотря на что я считаю что это все надо сохранять и разнообразить а не подводить все к одному пункту пищеторгу да который везде кормит одним и тем же который продает вот эта глобализация она мне не нравится в том числе и товарная глобализация мне нравится разнообразие так Европа так вот кинотеатр россия вот вот в этом месте находился скажем там вот так вот сейчас я туда немножко пройду потом я буду вот это здание обходить вот мэрия площадь победы дом 1 а там гвардейский проспект это лисбой калинингран берн лежбо пирис и парис как твои цены какие поиски или пари мы читаем Лизбоа, а на португальском на Лизбоа. Такие вот особенности. Так, здесь там прохода нету сплошного, наверное, но нет так и нет. Мне и не надо. Ну, заодно посмотрю, что тут за магазинчики. Народа тут как-то немного. А, ну да, там, в принципе, наверное, можно пройти насквозь, но я не пойду. У меня задача обойти по периметру. Видел ваш ролик на Киевском. А, видели, да. Ну, я там живу. Года два назад. Смотрите, у меня там есть. Я просто переезжал в этом году 21. Туда? Возрайон? Да, ну, там квартирка. А впереди какие-то, интересовался, и ваш ролик пополнился. Да, посмотрите, у меня там есть новые ролики. И Киевской много. И центрального района много. Счастлив. А как там? Кого направили? А? А, да напишите Калининград просто там. Вы найдете меня. У меня там такой портрет. Узнаете меня. Да, 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 да. Вот так вот. Ну, берите, допустим, Павлика Морозова, да. Калининград Павлика Морозова. Вот там вот у меня много Павлика Морозова. Все, спасибо. А? Да, ее сейчас сделали. Я ее снял уже. В общем-то, ее полтора года делали. Все? Счастливо. Вот. Улица Баранова. Ну, да, вот она туда, Баранова, идет. Здесь вот она начинается, а заканчивается она прямо возле верхнего озера практически. Проходит рядом с рынком. Через площадь она условно проходит. Ну, вот, смотрят мои ролики. Дядя посмотрел нормально. Хорошо, приятно. Вот эта электробудка. Ее замасывали. Абрад разрисовали. Что это такое-то? За дом такой непонятный. Ой-ой-ой. Так, вот тут вот сделали красиво. Ну, вот под вот этим комплексом, в общем-то, погребен кинотеатр «Россия». Которое обещали сохранить. Ну, вот. Мало ли чего у нас тут обещают. Вот, Синема-парк. Гимекс, Гимекс. Шпрот. Гвардейский проспект. Там железная дорога от южного вокзала до северного. Или от северного до южного северного вокзала за тем домом. Здесь вот тоннель заканчивается под бочкой. Вот сделали две будочки таких симпатичных, коричневых. Так. Ну. Так вот. Стиль не русский. Это явно такой где-то немецко-европейский. Лет-Уаль. Ну, вот хотя вот Лет-Уаль этот и на площадь там выходит на ту сторону. Тут тоже написано «Европа». Конечно, было бы логично на ту сторону перейти, снять. Но там солнце. Плохо может получиться. Как-нибудь в отдельном ролике я сниму с той стороны Гвардейского проспекта. Это вот здание Европы. Так, вышел я на солнце. Поэтому снимаю вот так вот, в бок снимаю. Так, вот это здание, оно вот находится на пересечении Гвардейского проспекта, на котором я стою, и улицы Театральной. Вот, это офис Янтарь Энерго, электричество Калининградское, скажем так, если по-простому. Вот, а здесь, вон написано, что ходить нельзя. То есть, вот корпус еще получается. Да, и там я просто не выйду никуда. Зайду в тупик из Европы. И еще там один корпус есть, который я уже частично снимал. Поэтому я обойду сейчас вдоль Янтарь Энерго и выйду опять к Европе. Да, я не думал, что прохода нет. Что-то мне казалось, что свободный проход, но вот, получается, что придется обходить. Ну, заодно засниму, вот, Гвардейский проспект, перегресток и улицы Театральные. Фонарики стоят, освещают стену, туда наверх светят. Ну, а там этот путепровод, так называемый, театральный над железной дорогой. Так, опять я вышел на линию Солнца. Сейчас опять придется по-другому все снять. Вот, ушел. Здесь вот морской бизнес-центр. Его так строили, не скажу, что быстро, но не скажу, что долго. Ну, больше нормы его строили, долговато так. Ну, а вот, соответственно, Россети России, Центр служивания потребителя Россети. Да, правильное название такое в рамках России, это Россети. А у нас тут Янтарь Энерго в Калининграде работает. Это улица Театральная. Она начинается от Ленинского проспекта, там вот недалеко. Она небольшая улица относительно, а заканчивается там в районе драмтеатра. Она утыкается в проспект Мира. Начинается с Ленинского проспекта. Так, ну вот, Янтарь Энерго написано. Вот. Функционерное общество энергетики и электрификации. Янтарь Энерго. Россети Янтарь. Герб Советского Союза. Ставили, молодцы. Здание учреждения почтово-чековых расчетов 1924-1926 год. Ну, финансовое учреждение. Ну, Театр Энерго у нас не бедная организация. Поэтому позволило себе удовольствие обосноваться в этом офисе. Так, это вот бывшие хрущевки. Вот это зеленая, там дальше так разукрашенная. Здесь вот Калининград газоавтоматика вроде. Так, да, Калининград газоавтоматика против солнца. Вот опять я вышел. Ага. К торговому центру Европы. Кстати, я посмотрю, можно ли там пройти или нет. Может быть, я и зря не прошел. Хотя, что зря, я сюда иду. В аппендиксах снимать не очень удобно. Из-за близости стен. Банк Санкт-Петербурга. Это тоже вот торговый центр Европы. Который выходит на посаду на сквер. Вот, и что здесь? Что здесь? Вот это ворота Янтарь Энерго. А здесь, ну да, в общем-то, наверное, смог я пройти. Но, обошел и, наверное, правильно сделал, что обошел. Да. Вот. Вот знак написано, там проходить нельзя. Думал, тупик. Ошибся, виноват. Так. Переход между двумя корпусами. Вот. И там вот Калининград газоавтоматика. И солнце светит. Я уйду от солнца. Вот. Вот Янтарь Энерго. С этой стороны. Так иду дальше. Ну, а я уже заканчиваю свою съемку этого участка. Собственно говоря, ролик достиг почти. Что я цели? Так. Что за музыка? Какая-то она. Какие-то. Мрак. Ненормальные люди, блядь. Тут и... Да. Такой... Форма идиотизма такого. Что тут? Свобода? Она такая. Вот, кинотеатр. А, кинотеатр, о чем я говорю. Универмаг, маяк. Так сделали его в виде маяка. Так что-то было. Он как такая прямоугольная коробка такая. Как спичный коробок. Без архитектурных излишек. Ну, вот его так вот сделали. Там вот хрущевки. Вот эта вот тоже была хрущевка. Смотри, рядом. Ну, вот ее облагородили это дело. Ну, вот здесь вот входов нету. Ну, это тоже вот стены торгового центра Европы. Тут, наверное, какие-то всякие особые помещения и офисные кабинеты. И улица Театральная. Вон там она начинается. Так, тут деревья обгрызают. Маяк чуть покрупнее. Да, мне надо зайти кое-что посмотреть в маяке. А потом я сниму дальше что-нибудь. Вот, ну, так что я просто сказал. Это у меня как бы открывающий ролик по Калининграду. У меня в Калининграде уже за два дня я кое-что успел снять. Вот, но тем не менее открою я свое калининградское пребывание этим роликом. Вот, для того, чтобы, ну, предупредить, что ролики у меня будут смешанные. Московские и Калининградские. Вот, вышел я вот с того входа. Где вот лестница. Вот, между отелем Европа и Ревгош. Вход. Так. Ну что. Сейчас посмотрю. Солнце светит ярко, прямо в лицо. Так стоять. Против солнца снимать я тоже не могу, тогда у меня лицо будет темное. Ну, лучше надо убирать экспозицию. Пойду делать очередное дело, так говоря. Очередной план выполнять. Все, вот, нахождение в этом районе. Я тут не по прогулочным вопросам появился.